здравствуйте ваш билет пожалуйста так у вас бельем без белья без белья наверно голодрань такая едет что творится здесь без меня без меня здесь темно так свет включить свет включается здесь по дедовскому способу все в розетку посмотрите компрессор что h10 выдает ошибку наверное его меняли подклинивает наверно перебирать надо что у нас здесь творится в принципе особо ничего не поменялось но вижу преобразователь меня видать тоже сгорел бойлер вижу снимали активаторов куча меняли вот блоки выросли явно их столбик вырос вижу мою сумку кто-то брал с ключами и она такие напарник мне пока я был на больничном писал что я у тебя сегодня возьму сумку но это было еще несколько дней назад видать он так и ходил с ней это время дай бог что все было на месте остальное точек а вот смотрите не на месте тут есть пару ключей остального нет ну и страшно я думаю где то это все все равно здесь сейчас придет напарник на работу смотрите какой там бардак сделали а не видно там просто на дне болты какие-то даже вот какие-то вот короче придется мне сегодня перед тем как идти работать проводить полную ревизию датчики давления датчики надува как они правильно в газель как датчики надува у нас датчики давления тоже непонятно лежат раз тут лежат значит наверное неисправные были мы у диспетчера получили вот такой наряд так свет пожалуйста нам включите вафельки целую коробку кто-то не пожалел я что кушайте ребята только работать и не увольняйтесь я вас прошу судя по наряду сегодня диспетчер мне сообщил что вот это с вагон с симферополя у него была заявка на ремонт но тогда когда он приходил не знаю какого числа поцепился на какие-то пути не обработки поэтому его не сделали ну и вот этот вагон ремонт тоже ну и смотрим что у нас здесь пожалуйста что за состав такой непонятный что-то уходит к 110 поезде что-то разоборудуется вот например 10 955 к 110 вот он вагончик штабной к 110 вот он посмотрим мне уже на электронную почту пришел ремонт на вот этот состав три вагона разоборудуются один прицепляется откуда он берется ну где-то тут надо смотреть по парку журнал техники безопасности судя по всему здесь что такое он наперед расписался ну ладно итак третье ну вот начнем с новой строки сегодня новая смена с новой строки как обычно посмотрите свиньи вот разведут здесь потом насекомых сами же выть будут ну и конечно всегда был беспорядок всегда что с инструментом вот та смена вот я всегда за инструментом следил чтобы все было на месте ничего не терялось вот наша смена бардак в общем полный бардак по инструменту тревожный чемодан мы его так называем это рюкзак с которым мы ходим на проходящий поезд где есть все возможные детали с собой взять от разных систем ну и здесь конечно вот нарушение пожарной безопасности в проходе стоят коробки коробки я так понимаю вот их запечатали на отправление в ремонт деталей но как всегда как всегда их берут на ремонт пакуют и они потом еще недели две здесь лежат показаний прием что здесь ну как обычно ничего не добавилось не прибавилось не убавилось крысы а нет вижу что-то новенькое новый удлинитель старый то здесь у нас пробило то где-то в середине весь в скрутках в изоленте был меня просто голова пока кругом я еще соображаю что как ну вот мой шкафчик моего шкафчика здесь сапоги какие-то ботинки и один тапок набор прям креативный хотя бы здесь порядок но судя по всему раз мне в шкафчике стоит три пасты ну иначе выдавали для очистки рук и от устойчивой грязи но такая паста абразив видите легко и быстро очищает но к этой пасти должны давать еще крем защитный от обветривания кожи видимо в этот раз без крема о боже ладно буду переодеваться для мусора мусор нет наблюдаем такую картину есть у нас потек нагреватель воды под раковиной потек именно сам бачок где идет нагрев воды то не по трубе они по дюре это а сам бачок лопнул ну чё там он слабенький тоненький маленький да конечно проходите сами же знаете при нагревании предмет расширяется туда-сюда огрелся остывал нет там конечно датчик температуры стоит поддерживает температуру но отдельно нагрев воды отключается здесь поэтому вот наверное отключали что-то задергали задергали куда-то ехать хотим видишь свет горит а она преобразователь 220 уже не хватает батарейки ты что делаешь канадец о смотри я завел его первая вторая ступень защиты сработала сейчас нагрузку даст и 1 с работы нет зарядки все ничего не работает я не карку я говорю ты знаешь и лёня всегда прав я сюда переспрашиваю я прав ли я прав уже подмораживает на носу зима опять морозы опять под вагоном гайки в мороз крутить я уже пальцы от этого болят от обморожения идем на дикий дикий запад вот и от вас что ли делали все измазано вот сам бойлер который у нас благополучно потек я сначала думал написано было по сливной пробки сливная пробка у него отсутствует такого снизу он сам потек там пошел прямо видно херачит льется кпс вон последние два вагона 73 состав проверить чё потом наверное этот офис пойдем опять он пинает собрать собирать новый больдер поставить сразу на прицепку сделают новороссийск 110 и после обеда соберут сформируют смысл понят обязательно привычка такая ходить ходить пинать все что плохо лежит в общем неправильно я посмотрел парк наряд зря мы ходили на дикий дикий запад успели даже вагон залезть проверить оказывается 73 стоит за новороссийском на востоке в азиатских странах нет но движ он поехал а ну да там же один вагон замена один прицепка еще сделать заодно как раз наверное мы сходим 73 проверим бойлер вот этот вот перед переберем сделаем как раз наверное уже обратно пойдем и поставим бойлер и проверим остатки здравствуйте опять вы какой нехороших звук из исходит из двигателя какой будет звук теперь хочу там подложил перчатки от трубу что листок стуковых я не знаю с той стороны все так сильно болтает рукой придави попробуй туда в нем стучит в нем стучит в нем все хана а а Полно увидел нахуй Ну пробило нахуй Смотри, блядь Аж дыру пробил Менять надо Я думаю килограмм сорок Вся эта установка весит Верно? Сорок-сорок пять Сейчас ее снимать оттуда надо будет Ой, какая Да конечно, сними с тебя Я курточку снял Все равно надо будет работать Физически Где-то что-то шумит, где-то что-то едет Ага Тепловоз едет Странно Что это такое тащит? А что, видал такое? Проливал она Да там слетела просто этот Нет, получается Одинка пробивает Она такая полуовальная Крепится на два болта Поршень ее крутит Двигатель ее крутит, а она Поршень туда-сюда Двигает Вот она, видимо С одного болта следила и бьет Пробивает Пробила, нет? Пробила что? А не видно ничего Вот он, падла Ну что у нас тут? А смотри-ка Болтов-то не хватает Разбирали уже, наверное Что, Вадим В глаз что-то попало? Ну а, бля Такая хлеба, она такая здоровая она Разбирали походу Облтаж не сделан Где ты? Вот Может в дороге меняли Что такое поешь-то, а? Мы такое не поем тут Смотри, хомута нет Кто его так ставил? Гады какие, а? Это же Это же все Нарушение всех требований Санитарно-педиологических Снимаем трубки Далее Отцепляем питающий провод Здесь хорошо Фишка Надеюсь на том Японском моторе Тоже фишка будет А че? А че все? Переворачиваем Переворачиваем Снимаем Работает Ну не сильно греется Нормально Там вентилятор дует Вот и началась веселуха Слив воды Консервация Вагон встает на длительный срок В отстойник Отстойный В отстойник встает Хе-хе-хе-хе Сейчас надо будет Сливать воду Остатки Чтобы Ничего здесь не оставалось Иначе все полопается По зиме Че еще? Ну, наверное, я сейчас Шланг вот этот скину Че у нас там есть? Сливной крам, наверное, Это там должен быть Нет Нет, его нет А вон он Че это нет? Вот же он О! Чуть-чуть остатки с него вылились Сейчас надо шланг Открутить здесь Ключиком Снять И вуаля Вот так вот Наверное тут Вон, да? Вон снизу кран Ну и все, че? Остатки вылились А с той стороны есть подойдем? Может тоже быть Я не объясню Под раковине-то Что пишут? Законсервировал Светятся полоски у Вадима Светятся полоски у Вадима Тоже есть? Тоже есть? Да Да где что-то Какой противный Что-то только нету Ну слилось наверное Остатки-то Ну что, идем на седьмую северную Я сначала думал Боинг затопили А там же за ним что-то топится Парник меня ждет Скажет Достал ты уже снимаешь Снимаешь Стараемся все Для зрителей Руки устали Руки устали этот Насос обратно ставить Тот, который поставили Японский вот этот мотор Он тяжелее Чем Который снимали Казанского производства У японского корпус толще Сделано по-моему из алюминия Что ли, не знаю Короче, сплав там такой тяжеленный Ну Как-то вот смогли Поставили Тихонечку Ну парни к ребру Блядек он Тяжелый еще пока не может поднять Так, у нас вот Пятый путь И вот следующий седьмой Нам надо с запада То есть отсюда Получается второй Третий вагон Слить воду Так же Заклеить Консервацию Произвести Унитазную Ну и водичку надо Везде пробочки открыть Вдра открыть Все поснимать Чтоб ничего не полопалось Вот Бывает такое, что Лопается Бывает такое, что Воду сольешь А через два дня Вагон опять цепляет И едешь опять все собираешь Ну не два, три У меня было так Я в одну смену Слил воду Сходил домой на выходные Вернулся на работу И этот вагон Опять прицепляется Обратно Пошел обратно все ставить На улице уже вечереет Солнышко садится Точнее уже почти село Все Кстати утром погода была Такая, да? Все в тучах Все небо Днем распогодилось Солнышко вышло Но теплее от этого не стало Хе-хе-хе-хе-хе Что-то у меня напарник молчит сегодня Камушки пинает Вон че Вперед Работать Как всегда смена заканчивается проходящим поездом Сломанным Да? Вадим Да? Вадим О, что-то объявляют А нет Не поезд Абакан Москва 67-й поезд Как думаешь куда прибудет? Второй, третий А почему не первый? Я не хочу бежать на второй, третий путь На улице 7 темно стало вечер 2-23 минуты выйдем за 6 минут Нас за 10 минут объявляют Надо на табло идти смотреть Ветер холодный, да? Пойдем поближе, надо Портовой номер то увидеть third А он с голую не был первый? Нет Ах, ну да, он, наверное, дальше был Это? Дальше. Самый последний. Ничего не видно. Бортовой номер. Тоже, а ну вот, да. 28261. Сейчас пока еще пассажиры выйдут. Товарищ полиционер тоже сюда. При заселении необходимо соблюдать меры по профилактике новой стороноверительной инфекции. Иметь при себе средства индивидуальности. Маски и перчатки. Подожди, да, я покажу, как все было в самом деле. Вот здесь вот. Не видно здесь так. Сейчас покажу. Вот здесь вот клапан обратный засранный стоял. Не совсем хорошо он срабатывал. Поэтому воздух плохо давал, плохо закрывал рукав сам. Сейчас вот брали просто и все нормально стало. Сняли товарищи полицейские дебошины. Нельзя в поезде курить. Нельзя разбивать спиртные напитки. Заявка была. Вообще, да? Трех хотели снять пассажиров. А что там забрали? А забрали одного только. Да, там вон вещи его выносят. В этом же вагоне ремонт. Получилось у нас все быстро, аккуратно, без шума и пыли. Так, на первом пути стоит электропоезд. А, это которая с Ферещагина пришла? Да, Шнягина. Шнягина? Веришь, Шнягина? Оригинально. На этом мы сегодня заканчиваем. Экспедиция. Экспедиция. Сегодня смена была более-менее спокойная, хорошая. С бойлером правда, да? Да. Сначала сняли бойлер, чтобы его перебрать. Перебрались, взяли новый. Хотели поставить вагон, сделали отцепкой. Его заменили по колесам. Что сделали дальше? Вадим, ты вот так опасно ходишь, вон там ему желтый моргает. Нормально. В итоге бойлер пришлось везти обратно в офис. А под конец приемная комиссия выявила, что бойлер потек в другом вагоне. В общем, не зря мы его, короче, сегодня готовили новый. Все равно пришлось его, короче, ставить, но он другой выбор. Что вы скажете, Вадим, нашим зрителям под конец? Домой надо ехать? Да. Я тоже поеду домой, я хочу в душ, я хочу поужинать и отдыхать. Завтра с новыми силами тащиться на работу. Ну, естественно, снимает ролики. Ладно, всем пока, всем счастливо, до новых встреч.